Всем привет, ребят! Сегодня будет выпуск в стиле лайв. Давненько я такого не снимал, но сегодня, наконец, выдался повод. Едем на студию писать вокал для нашего будущего сингла, для нашего будущего альбома, как превью. Задача максимум записать песню целиком. Еще бы хотелось еще вторую песню записать, конечно, но бывает такое, что в итоге уходишь с пустыми карманами и с пустой флешкой. Ну а сейчас Лехе надо распеться. Впоследствии увидимся на студии. Я думаю, многим будет интересно сегодня посмотреть, как все-таки выглядит настоящая студия, особенно тем, кто ни разу на день не был. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Мы просто ставим новый микрофон. Тот нам не закатил. Очень просили не снимать. Все для вас, рискуя авторитетом. А чем тот микрофон? Я так люблю травы, тож через иконы, стекла. Ну да, низа было много. Я просто обрадовался, что это он начал наконец низами петь. Оказывается, микрофон. Не, не естественно, низ. Лишь бы ты не промокла, так люблю трогать солнышко кожей. Это где-то в такой какой-то баровской речи. А, ну да, там. А здесь все-таки в музыке бас-гитара есть. Дела там заполняют этот диапазон. Я так люблю трогать дождь через оконные стекла. Так люблю этот стук, лишь бы ты не промокла. Так люблю трогать солнышко кожей. Так люблю трогать тебя, и ты мне в этом поможешь. И ты, наверное, тоже любишь все это. Такая ухоженная и приятная, дед. Ты смотри, мы одного цвета. Так. Ну, вот этот уже лучше. Ну, слушайте. Ну, давай там послушаем. Послушаем. Пускай он тоже послушает. Так. Лех, может сюда придешь, послушаешь? Давай. А то в наушниках тебе раз там непонятно. Хоть свои ошибки послушаешь. Я так люблю трогать дождь через оконные стекла. Так люблю этот стук, лишь бы ты не промокла. Так люблю трогать солнышко кожей. Так люблю трогать тебя, и ты мне в этом поможешь. У тебя там красиво-то одна нота какая-то все время получается, то ли это ми походу. Но вот не издавая. Так люблю трогать тебя, и ты мне в этом поможешь. И ты, наверное, тоже любишь все это. Такая ухоженная и приятная, дед. Ты, смотри, мы одного цвета. Подыхалки лучше, но эротичность ушла. В тембре. А он сейчас слышит? Сейчас слышит, да. Лех, ты немного в тембре низов потерял. Вот когда зашел сейчас второй раз туда. А, да я заметил. Вот ты, да, вот пониже просто. Ну, те же ноты, те же ноты, только пониже пою. Потом играем. Да можно оставить, в принципе. Там все равно ведь три придется на всякий случай делать. Потому что там сводить будет с трех, будут по-любому. Еще раз уйти. Не сумела. Прости. Такое. Тело. Не смотри, вот ты сейчас рот открыл, у тебя такой тембр стал сразу прямой, бьющий. Давай. Наверное, сегодня не надо такой прямой бьющий на этом моменте. Да? Слишком круто? Ну да, он как-то прямо у тебя резко просто получается. Наверное, помягче все-таки. Еще раз уйти, не сумела. Прости. Такое тело. Это можно удалять. А? Это можно удалять, мне кажется. Да. Я буду тебя любить, несмотря на год и любовь. Любовь, любовь и свобода. Я буду тебя любить, несмотря на год и любовь. Прийди сюда, Лех. Да, надо прийти. Вставляй сюда. Вот, слушай. Вот сейчас, слушай. Любовь и свобода, я буду тебя любить, несмотря на год и любовь. Второй раз сейчас, как не ты поешь. Сейчас, допустим, твой тембр. Сейчас второй раз, смотри, такой человек начинает. Любовь, любовь и свобода, я буду тебя любить, несмотря на год и любовь. Да, вот там просто я вообще охуительный. Ну, не знаю. Нет, нет, вам не нравится? Вам как? Ну, пока... Сложно выбрать, да? Знаете, что должно быть, да? Любовь, любовь и свобода, я буду тебя любить. Несмотря на годы, любовь. Ну, так. Давайте. Любовь, 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 любовь. Безусловно, ребята, я не хочу сказать, что наличие всего этого железа – это главный фактор в окончательном качестве вашей записи. И я не пытаюсь доказать, что наличие всего этого – это обязательно для каждой студии. Но это говорит о большом опыте и любви к своему делу у специалистов. Это значит, что будет у них гибкое мышление, что на записи будет нормальный творческий процесс, с людьми будет приятно взаимодействовать, в отличие от шаблонов сводельщиков. Они всегда понимают вас, ну, потому что они работали со многими людьми во многих стилях. И все это, конечно, несет особую атмосферу и воспоминания, потому что, ну, запись на студии – это одна из форм деятельности музыканта, такая же, как концерты, поездки и так далее. Сколько стоит такое удовольствие? Это главный вопрос. На циклоне это стоит 500 в час. Цена может меняться, конечно, от студии к студии, в зависимости от наглости или же расположения этой студии. Самое большое, за сколько мы писались, это было 2000 в час. Такая цена была в Москве. Естественно, когда вы берете 2 часа, в студии сюда входит и настройка, и обсуждение материала, и сохранение исходников итоговое. То есть будьте готовы, что если вы берете 2 часа на студию, то на запись у вас останется, ну, в лучшем случае, минут 80. Итого, для записи песни минимум нам понадобится. Это 2 часа на вокал, 2 часа на барабаны, 4 часа на гитары. Например, ну, в этой песне у меня 4 гитары идет, и акустика через микрофон, и электро, и соло, и ритмические, и аранжировки кусками. И еще плюс каждую надо записать в дубль. Поэтому здесь я беру 4 часа. Но сюда входит и бас. Бас обычно долго не пишется, он пишется в один канал, посередине, поэтому с ним проблем нет. Итого, 8 часов записи и 4 тысячи рублей. Сведение на студии может быть в двух вариантах e-мастеринг. Это работа на студии, опять же, почасовая с вашим присутствием, и оплата там же почасовая, или же дистанционное сведение, и там идет оплата за готовую песню. На данный момент мы сводимся у Александра Карелина, цена 8 тысяч у него за готовую песню. По договоренности, или же старым клиентам, 7. Итого получается 12 тысяч песен. То есть альбом в 10 песен обойдется вам в 120 тысяч. Можно, конечно, забить на все это, на все эти студии, и заняться самодеятельностью, особенно если вы играете металл. Ну, не в обиду, но у нас почти весь металл – это домашняя самодеятельность по записям, я имею в виду. Домашние записи даже, кстати, и в металле, конечно, сразу видно. И это говорит о вас в определенном смысле. Но большинству непросвещенных будет абсолютно все равно, и здесь вполне адекватно можно сэкономить. Инструментальная музыка, которая более легкая, ну, за исключением рыбчика, дело более сложное, ювелирное, более вкусовое, потому что здесь нет таких четких канонов. И тут все-таки, я считаю, каждый должен заниматься тем, чем должен. То есть в случае сведения собственными руками вы потратите куда больше времени, чем специалист. А время – деньги. И вы могли потратить его на то, чтобы заработать деньги тем, что вы умеете. А потом уже обменять свою деятельность на чужую деятельность. В самом сложном для группы здесь выступает сбор средств. Зачастую далеко не все участники готовы платить. И одно дело – получить свой первый альбом за, скажем, 20 тысяч рублей, за 25, да, поделив сумму на 5 участников. И совсем иное – делить на двоих, или когда я вообще человек один. Тут, конечно, есть возможность краудфайдинга, она у многих работает, но для этого вам понадобится аудитория, интерес, которую надо будет поддерживать, естественно. И, уверяю вас, далеко не многие захотят платить за музыку, за чужие труды, как бы вы их не преподнесли. Так что с первым альбом уж точно надейтесь только на себя. Да, кстати, смотрите, вот это интересное фото. Отгадайте, что это? Это аналоговый ревербератор. И, судя по плитке, на потолке в 50 сантиметров вы можете догадаться, какая его габарит их. Сейчас, конечно, смешно, а раньше до этого команда приходила, спрашивали на студиях, есть ли у вас ревербератор фирмы EMT, и если не было, то люди уходили. И вот, кстати, тоже еще один интересный, тоже ревербератор. Вообще аналоговые такие вещи, они очень интересные, поинтересно работают. Аналоговые октаверы, ну, это, в общем, уже отдельная забавная тема. Дописываю ребят дома, потому что дальше пошел непосредственно процесс записи. Все, что вы видели, это, по сути, было некий такой пристрел. И если вы думаете, что, ну, типа рэпчик, что там записывать, нет. Нас по-прежнему так же дрючили по эмоциям. Там, в тексте, по акцентам, по ритмике. И, соответственно, ну, профессионалы, они там понимают, что Леха не в состоянии спеть идеально, ну, профессионально по тембру, по низам, там, конкретные вещи. Идеально в ноты. Они понимают, что будет после обработки, мы все это обсуждаем. Соответственно, они уже знают наши работы итоговые, к чему мы стремимся, к какому саунду. И работаем с тем, что есть, чтобы получить максимум. И это абсолютно нормально. Это такая вот именно командная работа для достижения максимума из того, что есть. Я надеюсь, как-нибудь у нас получится сделать именно видео о том, как, в принципе, записывается песня на студии полностью. Хотя, может быть, есть такие оригиналы. Напишите мне, если есть альтернатива уже этому. Вот, в настоящей студии, как все это делать, в какой работе, какое руководство ведется. Пока что это сделать, ну, нереально, потому что, на самом деле, люди там работают довольно консервативные. Как я уже сказал, с очень большим опытом. И они не привыкли, что их снимают. Естественно, я тоже выключил камеру не потому, что мне запретили снимать, а потому что это, так сказать, хороший тон. Мы пришли туда в первую очередь записывать песню, да? Если по-серьезному. А видео это уже в дополнение, то я, естественно, спросил разрешение на то, чтобы снимать. Мне разрешили снимать, но чтобы в кадре не было человека. Потому что, ну, кому будет приятно, когда его снимают за работу? Да, хоть я там украдкой старался там как-то поставить камеру, чтобы вам какие-то куски урвать, да? Очень много полезного, интересного, говорится во время записи. Очень много чего можно перенять от людей. И они слушают вас. Они, кстати, учатся все время от молодых, что приятно и от нас. Обмен идеями идет, идет реально творческий процесс. Поэтому я надеюсь, обязательно мы это все отснимем. Ну, а на сегодня вот так вот. Надеюсь, вам было интересно посмотреть, как выглядит студия. То, что, опять же, повторюсь, что это не просто компьютер со столом. Что все это несет определенную атмосферу, ауру. И когда туда заходишь, пускай мы там не были год, такое вот сразу воспоминание, такой вот массив весь этой информации, всего того, что там делалось, ты его ощущаешь. На самом деле там много комнат. Это не единственное. Я показывал вам еще одну. На первом этаже склад кабинетов для транспортировки. Там городские концерты обеспечиваются, что это студия и так далее. Когда приезжают именно, ну, большие звезды. Ну, там как большие, там, Филипп Кякуров, Олег Газманов, там, Ария, да? Хотя Ария чаще своим аппаратом ездит. Ну, в общем, сегодня будем закругляться. Я думаю, у нас все получилось. Песню мы дописали. И совсем скоро, я надеюсь, мы ее услышим, в зависимости от того, как будет очередь по сведению. Всем пока. До новых выпусков. Пишите, пишите комментарии, ставьте лайки, как обычно. Надеюсь на вашу поддержку.